Давайте сначала дадим определение по возможности емко и кратко, что такое моральный выбор. Чем он отличается от ежедневного выбора, где провести вечер? Выбор, где провести вечер, тоже может быть моральным. Можно сказать, что поскольку любой наш поступок имеет последствия для нас окружающих, так как никакой человек не остров, как говорил еще Джон Дон, но всякие, так сказать, часть материка, то моральный аспект есть в любом нашем деянии. Наверное, можно здесь представить какие-то совсем наши мелкие бедовые действия, которые моральных аспектов не имеют, но если мы вдумаемся, то окажется, что это тоже почистит зубы или не почистит зубы, тоже имеет последствия и для нас, и для окружающих, которые потом будут расцветать и всякими моральными цветами. Поэтому, мне кажется, вот что здесь сказать важно. Нам часто кажется, что есть вот какой-то, так сказать, какой-то самый важный, единственный, может быть, в жизни миг, когда мы этот главный моральный выбор-то и совершаем, и тут-то и проверяется, что мы за человек. Вот мгновение несут, кому позор, кому бесславие, кому бессмерть. Это романтическая идеологема, очень соблазнительная, как все романтическая и не совсем верная. А на самом деле человек, что называется, является собой в том, что он делает последовательно и продолжительно. То есть в тех устойчивых структурах, которые он выстраивает. Какой он работник, какой он родитель, какой он партнер, какой он сосед, какой он гражданин. Это последовательность действий ежедневных. Вот в этом строится наша вот эта вот институциональная, я бы сказала, личность. Очень соблазнительно смотреть на всякие ситуации. Сейчас мы во многом действительно в такой ситуации, когда скромный бухгалтер становится артиллеристом. Или там, наоборот, артиллерист бежит со своей позиции нестройными рядами. Когда меняется, ломается жизнь человека, и тут-то проявляется в нем вот это вот чего-то. При этом соблазнительно сказать, что это и есть его настоящая личность, которая за бытовым каким-то мусором была скрыта, а тут она вылезла и расцвела ужасностью своей или прекрасностью чем-то. Но давайте все-таки помнить, что на самом деле в аномальных ситуациях действительно люди проявляют себя аномально. Из этого не следует, что они на самом деле все это время были такими. Поэтому, почему я это говорю, не надо ждать мига смертных испытаний для того, чтобы это свой моральный выбор сделать. Каждый ваш выбор будет моральным. Главные моральные выборы, которые человек совершает в течение дня, это выполнять свои обязанности или не выполнять. Это так как-то звучит скучно, но тем не менее вот это вот оно и есть. Вы будете делать то, что должны по отношению к тем, кто от вас зависит? Или не будете? Или воздержитесь? Вот это вот, так сказать, тот моральный выбор, который мы делаем наиболее часто. Всякие остальные героические поступки представляются нам редко, не всегда. Хотя, к несчастью, бывает и такое. Как вам кажется, моральный выбор зависит от уровня образования или от способностей к аналитическому мышлению? Как это? Опасно ходим. На опасные заходим земли. Тут вот что, пожалуй, можно сказать. С одной стороны, есть другой подвид романтических легенд о том, что люди, не испорченные цивилизацией и образованием, отличаются какой-то базовой природной нравственностью, которая проявляет себя вообще всегда везде. Вот, типа, читать они не умеют или умеют, но не читают. Но зато они там как-то особенно добры, благородны, самоотверженные и что-нибудь еще в этом роде. Постколониальный дискурс на это вам немедленно скажут, что это ровно тот тип мифологии, который приписывает женщинам, например, особую жертвенность и склонность заботиться об окружающих. Тем людям, которых вы хотите эксплуатировать, вы внушаете, что быть эксплуатируемыми – это их природные свойства. Это мы простые люди, должны быть работящими за бесплатно, женщины должны приблизительно то же самое, дети должны слушаться. В общем, вот эти вот… А дальше вы скажете, что это их замечательное свойство, и будете их воспевать за это, и будете говорить, что они лучше вас, они морально выше вас в этом своем качестве. Только пусть они продолжают делать вот это вот. То есть жить не на себя, а на вас. Это и есть такой момент, давайте тоже о нем помнить. А второе. Образование воспитывает привычку к рефлексии. То есть такая рефлексия – способность посмотреть на себя со стороны, сравнивая себя с другими людьми, и глядя на себя из позиции наблюдающего, но не вовлеченного. Может быть, вы помните один из кантовских императивов о справедливом наказании. Он консформулировал следующим образом. Человек, который пострадал от какого-то деяния, не должен требовать большего наказания в своем случае для своего обидчика, чем он бы потребовал в случае, если бы обидли кого-то другого. Понятно, да? Нам кажется, что если у нас украли 100 рублей, то это страшное преступление. И этого человека надо четвертовать. Если у соседа украли 100 рублей, то ему не нужны эти 100 рублей, он не заметит. Вот если вы, так сказать, правильный кантовский человек, то вы будете знать, что так поступает неправильно. И как вы будете это знать? Вы будете, мы надеемся, что вы будете, иметь привычку смотреть на себя, как вы смотрите на кого-то из окружающих. Это очень трудное упражнение, потому что мы любим себя, вот это даже и в Евангелии записано, и можем любить ближнего только как самого себя, но не больше, чем самого себя. Но тем не менее, вот, например, все нехудожественная литература воспитывает этот навык. Вы как бы представляете себе воображаемых людей и переживаете за них, у вас там ампатия развивается, да? Таким образом, вы себя можете воспринимать как персонажа, если вы воспринимаете персонажа как живого человека. В этом смысле, конечно, у людей с образованием есть некоторые преимущества. Если они захотят им воспользоваться, они могут не захотеть им воспользоваться, и тогда они это свое образовательное, так сказать, образовательное свои ресурсы употребят на то, чтобы оправдывать любое свое действие. Это им тоже будет легче, потому что у них будет большой набор всяких знаний, которые можно употребить на то, чтобы из них вырезать себе фигурных листочков и обклеиваться ими с ног до головы. В этом смысле образованные люди опасны, потому что они могут оправдать что угодно, прежде всего, самих себя. Пытаясь все-таки вернуться к ответу на ваш вопрос. Опять же, раз уж у нас тут как-то пятиминутка Канта, Кант считал, что нравственный закон внутри нас существует, даже как звездное небо над нами существует. Более того, если я не искажаю, не примитивизирую его мысли, насколько я понимаю, это и есть одна из его доказательств бытия в жизни. Кто инсталлировал этот компас в душу каждого человека? Мы из своего даже личного опыта можем смутно, иногда смутно, иногда ясно понимать, что люди в общем чуют, чем отличается порог от добродетелей. И когда они поступают дурно, они это знают, и это видно по их каким-то специфическим суетливым попыткам объяснить, или оправдать, или напасть в ответ, или что-нибудь в этом роде. Внутри себя, в страшной тишине своей совести, каждый знает примерно, где он, север, где юг. Эта стрелочка, она там существует. Дальше мучает вас совесть или не мучает, это уже тоже вопрос, что называется, индивидуального темперамента. Пушкинский скупой рыцей жаловался на совесть, взаимодавец грубый, ведьма, незваный гость, допущенный собеседник, предкой меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. У кого-то, кому-то она приходит, это ведьма, кому-то не приходит. Но, тем не менее, вот эта ориентация, она труднозбиваема. Можно, но трудно. Мы с возрастом, наверное, да, говорите. Вот очень важно здесь хочу вопрос задать. Да. Этот нравственный конкурс, голос совести, нравственный закон, о котором вы говорите, он зависит от внешних обстоятельств? Или это, когда мы говорим, что жизнь такая и все такое, это всегда сознательное оправдание или подсознательное, но мы всегда знаем, что это на самом деле оправдание, и внутри себя понимаем, что это не так. Ну, если вы, опять же, в Бога веруете, то вы скажете, что этот компас установлен в бессмертной душе нашей, вне зависимости от нас, вне зависимости от обстоятельств. Если мы все-таки с вами продолжаем быть агностиками, то я вам, как человек, занимающийся социальными науками, могу сказать следующее. Поведение человека почти полностью определяется социальным условием. Почти, но не совсем. В этом узком зазоре вся же наша надежда на, собственно говоря, нравственные ориентиры. Но чуть более чем, чуть менее чем полностью мы социальные существа, делаем, что нам говорят, поступаем как окружающие, соблюдаем нормы, повторяем чужие слова и, еще раз повторюсь, чего начала, выполняем чужие распоряжения. Это наша социальная природа, она же позволяет нам жить в мире друг с другом, соблюдать закон, кооперироваться, взаимодействовать и так далее. Она же делает из нас чудовищ. Если социальные условия изменились или поломались, и нам говорят другое, и в особенности нас нарядили в одинаковые костюмы. Вот это вот сразу прямо как эта дорога в ад. Вот если вас нарядили в одинаковую одежду и что-то делают с вашими волосами, например, постреливая скобка, значит, вам скоро скажут делать что-то, что вы в другой обстановке признали бы не просто безнравственным, а невозможным, невообразимым. Это, еще раз повторю, доказывается многочисленными как психологическими экспериментами, так и вне, к сожалению, экспериментальных площадок всей истории человечества. Но есть у нас и нечто, что не зависит от этих социальных условий, и мы даже не знаем, откуда оно взялось. Тут мы опять с вами падаем в разливанное море всяческого мистицизма. Отрицать свою социальную природу и говорить, что я тут свободный орел и всегда поступаю, как мне душа велит, нелепо. Полностью скидывать ответственность на среду, которая заела, тоже и выйдет. Вот тут сложность у нас, понимаете, у нас живых существ, наделенных разумом. С одной стороны, да, мы социальны, с другой стороны, мы индивидуумы, и мы не можем свою индивидуальность повесить на отца командира и сказать, что это все он, а мы теперь уже не люди, не личности, а просто какие-то единицы. Это тоже не получится. И перед судом земным, и перед судом небесным не получится сказать, он мне это велел. До какой-то степени это будет учтено, и у того, кто велел ответственность побольше. Но кто что делал, тот зато и будет отвечать. Значит ли это, что тот момент, когда я не делаю того, что от меня требует система, в которой я, например, взрослый и чувствую себя комфортно, это и есть момент морального выбора. Не делаю, потому что это идет, противоречит какому-то моему внутреннему кодексу. Я чувствую, что это неправильно. А может, вы, наоборот, социопат. Система, в которой вы выросли, внушала вам вести себя прилично, а тут вдруг что-то взыграло ретевое, и вы пошли на красный свет резать старушек, как раскольников. Ему мама одному учила, а он придумал себе в голове какую-то другую теорию. Так что здесь есть свои опасности. Еще раз повторю. Вот этот социальный конформизм, о котором мы столько говорим, он же позволяет нам жить мирной жизнью. Поэтому нельзя его считать совсем отрицательным явлением. Но у него есть страшная темная сторона, которая время от времени вылезает. Ответственность за эту темную сторону несут те, кто дает распоряжение. Зная, насколько человек конформная скотинка, ему говорить, стой здесь, иди туда. Особенности, еще раз повторю, выстраивая в колонны и наряжая одинаково. И будучи начальником, при этом пользуясь всеми преимуществами своего иерархического положения, и давать распоряжение, ломающее мирную социальную природу человека, вот это и есть преступление. Это, так сказать, убер-преступление, главное преступление. Все остальное и его последствия. Вы, собственно, спросили, наступает ли нравственный выбор именно тогда, когда мы возражаем. Я сказала в самом начале, что нравственный выбор у нас каждый день наступает. Но, конечно, возражение – это действие, требующее наибольших усилий, наибольшей ресурсности, скажем так. Для того, чтобы вообще задуматься, правильно ли то, что я тут делаю, правильно ли то, что делают все окружающие, не идет ли вся рота ни в ногу, один я в ногу. Это требует, еще раз повторю, большого умственного и нравственного усилия, либо психического слова. И требовать этого от людей нельзя. Если мы, так сказать, на стороне нравственности, и мы рукоплещем человеку, который отказался выполнить преступный приказ, мы должны понимать, что, опять же, мы этим должны восхищаться, но мы не можем этого требовать от людей. Это самое трудное, что вообще бывает. Выйти из рядов, не войти в ряды. Это, еще раз повторяю, не потому что страшно, опасно, дорого стоит, а потому что это как раз противоречит вот этой нашей общественной природе человеческой. Подождите, но тут же есть другая сторона. Если продолжать вашу логику прямо и линейно, то мы придем к тому, что Эйхман, не будь на этом месте конкретный, Адольф Эйхман, на этом месте бы оказался человек с другим именем, который вел бы себя точно так же. И что с него спрашивать? Это ровно того, который сам Эйхман и провозил. Высочайшие доли вероятности, а другой человек вел бы себя так же, и с него надо было бы спрашивать точно так же. Это не снимает ответственности никакой. Да, люди ведут себя чудовищно, будучи поставлены в эти условия. Кто создал условия, отвечает за свое. Кто в этих условиях продолжал, так сказать, действовать преступно, отвечает за свое. То, что любой на моем месте поступил бы так же, обозначает только, что любой, любого потом придется повесить. Ну что же делать? Вот так вот, да. То есть я поступал, как все, это не оправдание? Это объяснение. Это валидное объяснение. Я, собственно, вам другими словами пытаюсь сейчас рассказать то же самое с точки зрения, так сказать, социальной. Но это не оправдание. Это как вот тот знаменитый диалог «Убить дракона», что всех учили, но почему ты стал первым учеником? Тут в этом диалоге, насколько я понимаю, речь идет о проявляющих энтузиазмах. Тех, кто еще на шаг опережает задание. Первым учеником. Но тех, кто просто выполняет задание, они тоже несут ответственность. Еще раз повторю, не получится отречься от собственной индивидуальности совсем. Не получится. Она неубиваема никак. Поэтому, если вы хотя бы осознаете, что да, я делаю так, как все делают, я не могу себе позволить возражать, хотя бы зафиксируйте это внутри себя. Если бы, что называется, я был в других условиях, я бы так не поступила. На суде это трудно предъявить. Я бы сам никогда не стал старушку топором. Просто вот так сложились обстоятельства. Но, понимаете, в чем ужас? Если уж мы продолжаем про Раскольникова, Раскольников идет на свой этот идиотический эксперимент, думая, что он поступает правильно, что старушку топором хорошо, потому что это подтверждено его теорией. Опять же, старушке все равно. Убиваете вы ее с сознанием, это нехорошо, или с сознанием это хорошо. Но, если все-таки дело не доходит до топора, а речь идет о действиях менее смертоносных, то зафиксируйте внутри себя, что вообще-то, как это вообще-то, я не такой. Это вам в следующий раз может помочь. Опять же, вы на суде это не предъявите, но вы это себе предъявите. Вы не будете хотя бы считать это нормально. Вот это ужасно важно, мне кажется. Я об этом говорила, еще скажу. Держите норму в фокусе. Держите норму. Да, я сейчас там провожу с детьми урок чего-нибудь национального превосходства, потому что иначе меня уволят. Но это плохо. Я поступаю дурно. Я стараюсь минимизировать вред. Если уж я не могу отказаться, я постараюсь этот вред минимизировать. Тот, кто мне велел это сделать, поступает неправильно. Я его не люблю и не уважаю, как отца родного нет, потому что это все плохо. Так быть не должно. Вот если вы про себя это будете повторять, это не так здорово, как воздерживаться от действия, конечно же, но это хотя бы сохранит ваши ориентиры, вот этот ваш корпус, эту стрелочку не поломает, потому что люди не любят чувствовать себя плохими. Мы хотим быть хорошими, хотим одобрения окружающих. И когда мы что-нибудь делаем, мы это оправдываем. Поэтому легкий путь состоит в том, что сказать, а это все правильно, а чего, а другие еще хуже делают. Это такая начальная ступень. А вообще я молодец, я здорово выступал, а как у меня получилось. И директор наш молодец. Все мы вместе молодцы. Вот хотя бы до этого постарайтесь не доходить. Потому что если вы до этого не дойдете, это будет обозначать, что как только прямое давление, прямая угроза с вас слезет, вы прекратите заниматься этой всей ересью. Вы хотя бы будете помнить, где добро и где зло, где, так сказать, что нравственно, что безнравственно, как надо поступать, как не надо поступать. Еще раз повторю, лучше поступать нравственно, но хотя бы помнить о нравственности. Это уже запас на завтрашний день. Скажите, пожалуйста, вина и ответственность в чем отличается? Вина – это чувство, это эмоция. Как говорили в мирное время психологи, это токсичная эмоция. Я не очень люблю эту лексику, но понимаю, что имеется в виду. Ответственность – это добровольное принятие на себя обязанности. Ответственность – это решение. Вина – это ощущение. Ответственность – это то, что вы, так сказать, для себя решили. Вина – это то, что вы ощущаете, хотите быть в этом. Вина обездвиживает, ответственность побуждает действия. Опять же, мы сейчас говорим о ситуации вне уголовного процесса. Ответственность – это нечто другое. А пока вас еще не судят, они очень позволяют окружающим, так сказать, этот мешок ответственности возлагать на ваши плечи. Берите на себя сами то, что вы считаете своей обязанностью. И эту обязанность старайтесь выполнять настолько, насколько это в ваших силах, максимально, насколько это в ваших силах. Что касается ответственности, то давайте помнить, что она не бывает, не должна быть коллективной. Коллективная ответственность – фашизоидная концепция. Если все в ответе, то никто не в ответе. Размывается грань между начальником и исполнителем, между участником и просто свидетелем. А это нехорошо. Участники и начальники должны больше получить. Если все остальные тоже должны получить, то они должны получить побольше. А коллективная ответственность – это практика, оправдывающая геноцид. Это практика, оправдывающая этнические децимации, сожжение деревни за то, что там были партизаны. Все такого рода вещи основаны на идее коллективной ответственности. Это бесчеловечная идея. Вы можете о себе сказать, что я, хоть я сам нижего не убивал, но я принадлежу к некому сообществу, которое оказалось способным на такое. Поэтому я тоже за это в ответе. Хорошо. После того, как вы это сказали, делайте следующий шаг. Я за это в ответе, поэтому я. Что? Сделаю то-то, не буду делать то-то. Вот должно быть какое-то деятельностное продолжение, потому что ответственность предполагает деяние или воздержание от деяния. Вот это, мне кажется, важно. В данном контексте коллективная ответственность и коллективная вина – это одна и та же лжи-идея или это разные вещи? Коллективная вина, коллективная эмоция. Ну да, каким-то коллективом может овладеть общее чувство. Ну, например, если не брать такие большие нации, этносы, в которых есть некоторая опасность, вас туда могут записать без вашего желания. Вам скажут, что вы принадлежите к какому-то там великому народу или, наоборот, к преступному народу, а вы, может, знать не знали, воспринимали себя совершенно иначе. Поэтому давайте себе какой-то другой пример. Возьмем коллектив, да, там, педагогический, какую-нибудь школу. И выяснилось, что там учителя приставали к ученикам, остальные это покрывали. И это вылезло наружу. Произошел большой скандал. И дальше вот этот, так сказать, коллектив, он собирается и говорит, слушайте, мы тут у себя допустили, не предотвратили, потакали, а другие прямо делали, а третьи отворачивались, жуткую изобразию. Как же так? Как же мы дошли до такой беды? Мы все в этом виноваты. Мы ощущаем все стыд и вину. Окей. Мы из этого ощущения каким образом будем выходить? Переводя вину в ответственность и из позиции ответственности распределяя свои действия. Значит, этих мы уволим, этих мы, там, не знаю, напишем заявление в прокуратуру, тут мы проведем, там, тренинги, как правильно себя вести, а тут мы, там, не знаю, я добровольно иду в отставку, я директор, который вот это вот все, не это самое. Мы теперь будем вести себя так, как и так-то, мы запретим, там, не знаю, кому-то вместе ездить с кем-то в лифтах, неважно, сейчас не в конкретно шаг дела, но вот мы распишем какую-то программу, которая нам позволит вот в рамках этой нашей ответственности не допустить, как это, больше никогда, больше, знаете, такого никогда не повторялось, потому что мы поняли, что мы действовали плохо, неправильно. Вот так это может, что называется, в здоровой ситуации выписаться. Как вам кажется, в современной России есть институт репутации? Ну, конечно, конечно, если есть информационное пространство, то в нем есть репутации, только эти репутации, они очень такие фасеточные, как глаз у стрекозы. Их много, у одного человека много разных репутаций в разных сферах, в разных социальных смыслах сферах. В одной части он считается моральным авторитетом, в другой он считается шарлатаном. А в одной части он, опять же, уважаемый наставник юношества, а в другой он сексуальный абьюзер. И эти планы друг с другом очень плохо сообщаются, и когда встречаются, то совершенно не понимают, что они говорят об одном и том же человеке. А так, конечно, есть репутация. А в ситуации информационного пространства, именно такого интернет-пространства информационного, плохо, ну, это уж плохо, но характерно то, что эта репутация носит такой плоский характер. То есть ты это то, что в этот момент о тебе говорят и пишут. То, что о тебе говорили, писали позавчера, оно накрывается новым следующим. И редок тот, так сказать, журналист-расследователь, который вдруг будет это выкапывать и выстраивать какую-то последовательность, с которой выясняется, что сегодняшний там какой-нибудь, говорит с режимом, это бывший там комиссар движения «Наш». Опять же, это не для того, чтобы кого-то разоблачить. Люди меняются. Даже политические системы эволюционируют, потому что люди-то тем более. Но такое ощущение, что вот на этой вечной танцплощадке интернета, на которой мы все одновременно танцуем, на ней как бы нет вчерашнего дня. Вот что ты сейчас декларируешь, то ты и есть. Это особенность репутационного института. А в России, а так-то есть, конечно. Ну, слушайте, если уж на каком-то сервисе YouTube, можно и в любом другом сервисе, можно снять оценки и писать отзывы, то поневоле возникает репутация. Спасибо вам большое. Вы прямо ответили на все вопросы, которые я хотела задать. Спасибо. Как и было. Рада стараться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова